...последнее крупное месторождение меди, песчанка, Якутия, алмазы, редкоземельные элементы тамплора, о чем уже здесь говорили, буквально с ураганным содержанием полезных компонентов. Аннабарский щит, перспективное месторождение по содержанию урана до 10-15%. Вот мне Василий Великий недавно Николай Павлович рассказывал, просвещал на эту тему. Норильск, никель, медь, кобальт, плюс 18 извлекаемых элементов. Диксон, каменный уголь, в том числе месторождение уникального чистого графита. Полярный Урал, хром, боксиды, благородные металлы, архангельские алмазы, Кольский полуостров, три четверти таблицы Менделеева. Все это и именно это свидетельствует о больших возможностях социально-экономического и инновационного развития на базе Арктики. Потому что с этого все начинается. Никакие пути там и исследования этноса, еще там чего-то медицинских вещей не нужны будет, если мы не будем добывать вот эти вот вещи. Что может сделать Горный институт Польского научного центра в решении этой проблемы? Институт отличает, что помимо фундаментальных исследований и на их основе разрабатываются технологии и программные продукты, готовые к внедрению. По направлениям это технологии и процессы для открытых, подземных, комбинированных работ, переработка, обогащения любых типов руд. Вопросы геомеханики для обеспечения безопасности эффективной разработки, компьютерные программы, освоение подземного пространства и подземного строительства, экологическая стратегия для горнодобывающих предприятий с технологическими решениями для почв, водных и воздушной среды. При этом институт обладает вот это важные особенности, уникальный опытно-промышленной установкой, единственной в стране, подчеркиваю, единственной в стране для обогащения любых типов руд производительностью до 200 тонн в сутки концентрата и возможность переработки сотен и тысяч. Однажды мы переработали 3 тысячи тонн руды, это Академический институт перерабатывает. Последний пример – переработка более 50 тонн редкоземельной руды Зашихинского месторождения. Пакетом собственных компьютерных программ, информационных технологий для моделирования процессов и проектирования, «майнфрейм» так называемые, лучших среди отечественных и, пожалуй, наиболее удобных, чем иностранных. Вот, например, Николай Павлович, я прошу прощения, я хочу для тебя сказать. Приоргунский горно-химический урановый комбинат работает полностью на программах нашего института. Весь комбинат работает. Вот так. Сейсмополигон Кавдоршкового блока, где ведется мониторинг в режиме онлайн. Карьер глубиной 400 метров, производительность 20 миллионов тонн по руде. Подземный полигон для испытаний ВВ мощностью до 25 килограмм тонн тротила. Сотни грамм вы знаете, что делают, когда террористы взрываются машины, подземные переходы. Мы 25 килограмм можем испытывать. Все это позволяет разрабатывать и давать технологические регламенты на проектирование предприятий. Последний пример – блок оленей ручей. Открытые подземные и обогащение работы. Производительность 6 миллионов тонн в год. Стоимость как вложений сейчас, заканчиваю, 700 миллионов долларов. Комбинат 21 века построен на регламентах института за 7 лет. Мы были в 2012 году на физическом пуске этого комбината за 7 лет. Но есть два новых научных направления, которые кроме нас никто не ведет. Первое – исследование по геодинамической безопасности переработки шельчевых месторождений, углеводородов, собственного месторождения и трубопроводов, включая систему геодинамического мониторинга. И второе направление – энергообеспечение предприятий, о чем говорил Николай Павлович, расположенных зачастую нигде, в Арктике, без всякой инфраструктуры, на основе АЭС малой мощности. Здесь выбор площадок, в том числе в мерзлоте, хранение, захоронение РАО, безопасность и строительство. Институты имеют очень большой опыт в этой области, в том числе международные ФРГ, Франция, Бельгия, скандинавские страны. Строительство и ввод в эксплуатацию хранилища реакторных отсеков АПЛ, атомных подводных лодок. Да, в сайте ГУБЕ, проект АЭС по, например, месторождения Тамтор и так далее. Я тогда последний обзад не буду читать. И последний, говорю, институт готов выступить координатором соответствующей программы проведения НИР и АКР по освоению месторождения твердых полезных ископаемых Арктики. В первую очередь, стратегического и редкометального сырья. Последнее, это для Алексея Михайловича, поскольку ФАНО должно знать своих героев, мы ему дарим в проспект института. Один из лучших на русском и на английском языке, пожалуйста. И все это отражено. И все это очень интересно. И главное, на сегодняшний раз. Спасибо. Спасибо, Александр Борисович. Большое. Так, Владковский, Леопольд Игоревич. Уважаемый Игорь Анатольевич, Владимир Павлович, Владимир Павлович, Владимир Павлович, Алексей Михайлович. Я хотел бы начать свое сообщение с информацией, мне кажется, важной, что касающейся того, что несколько дней назад был подведен последний конкурс Российского научного фонда по развитию организаций. И наш институт выиграл этот конкурс в области наука земли. Единственный институт. Дальше проект назывался так. Мировой океан 21 веке. Выточие климат, ресурсы, экология, катастрофы. Вот этот проект, он, в принципе, применим и к Артике, к Артическому океану. То есть все эти компоненты, все эти блоки могут быть реализованы в течение пяти лет. И мы считаем, что это очень хорошо, что так получилось. Теперь я в двух словах скажу, значит, что я хотел сегодня по проблемам. Остановлюсь только на двух аспектах, поскольку времени мало, которыми мы занимались. Но первый аспект касается того, о чем говорил Николай Павлович уже сегодня. Это заявка России, ООН по расширению шельфа. Николай Павлович уже говорил, что чтобы эта заявка была обоснована, нужна была такая хорошая новая модель геологической эволюции, чтобы понять природу вот этих структур центральной Арктики, как и Берега Ломоносова, Павлите Меделеева, Катарин Подводников, которые, собственно, образуют вот этот клин, который, собственно, Россия хочет присовугубить. Это примерно миллион с лишним коротких километров. Просто так это никак не делается. А вот если хорошая модель обоснованная, которая, так сказать, заявка поддерживает, то это совершенно другое дело. То есть наука может обеспечить сильную такую аргументацию. И вот нам удалось, наш коллектив, который никогда не поздно управлял, я был адвесным исполнителем, удалось за эти три года действительно сделать такую модель, которая сегодня является наиболее опасновной в мире. Она имеет ясный физический механизм движения блоков. И мы надеемся, она будет такой опорой для нашей заявки. Я не буду сейчас основанность этой модели. Там смысл в том, что все эти структуры, которые сегодня мы видим, они образовывались через длительное время. Ну, хотя бы начиная там с евро, то есть это где-то 150-150 лет назад, постепенно эти блоки оторвались от пассивной окраины, там связаны с коллективом Артида. И вот они, так сказать, вот по каждому низу, как это все было. И вот эти реконструкции, они просто ясно показывают, как это все пришло к сегодняшнему состоянию. И механизм такой своеобразной верхней мантийной конвекции, которая тоже хорошо очень обеспечена сегодняшними данными с этой томографией. И второй аспект, это то, что сегодня говорили про климат Арктика. Значит, вот мы знаем, что Арктика теплеет, и одним из механизмов возможных факторов, это выбросы нормальной выброса метана. Значит, мы знаем, что эти выбросы существуют. Мы провели вместе с ТОИ, Тихоокеанским экологическим институтом, в последние годы нескольких таких масштабных экспедиций. Одна из них была вот только что сделана на ледоколе Орденшевском, вот этот ледокол. Это фактически была создана такая сборная мира океанологическая, где было 70 с лишним ученых из всех стран Европы, из Америки, из Израиля. И там был отряд, дважды, а не наш институт, и отряд, значит, ТОИ под руководством Игорь Семилетова. И эта экспедиция закончилась успешно. Вот здесь показан, это проект, который не был основан, значит, здесь показан маршрут. 90 суток, значит, первая лед, или первая часть маршрута шла вдоль, фактически, нашей канон-зоны. Мы прошли все эти моря, и второй лед был уже более глубоко обратный, еще по 3 месяца из Борово обратно в орбиту. Там все прошли, в том числе и исследовали по множеству крипта Менделеева, Наломалцева. Получили массу интересных результатов и подтвердили еще раз, что действительно существуют вот эти огромные факелы. Вот здесь показаны выбросы метана непрерывные. Это такие километровые, не бывает километров по тара, огромные такие окна метана, которые непрерывно фонтанируют. Причем, поскольку это мелководие, поскольку это мелководие, то это все идет раздитом в атмосферу, они не успевают раствориться. Это серьезнейший фактор климатический может быть. С одной стороны климатический, а с другой стороны это очень серьезный риск для освоения, который надо учитывать. Потому что вы понимаете, что если такие области существуют на Шельфе, то при любом освоении Аспро, Гросснефти надо эти вещи изучить и понять, что с ними делать. Ну, поскольку... Да, и последнее интересное Аспро. Вот это так называемые борозды ледников вспахивали. Вот вы видите эти борозды, которые прочерчивают дно океана. И по ним, чтобы было очень важно, мы увидели, что по этим бороздам идут факелы. То есть фактически лед вспарывает дно. Это очень тонкая пленка, которая была, так сказать, не принадлежащим барьером. И вот этот метан, который там уже, так сказать, создался, он выходит из этих людей. То есть мы, я считаю, открыли важнейший экзогенный фактор, кроме этого экзогенного, фактор вот этого выброса. Это говорит о том, что остальное все-таки площадь, насыщенное метаном. И это проблема одна из главнейших с точки зрения безопасности. Да, и климат, и тут обратная связь, и климат, и просто сам факт. Спасибо. Спасибо. Виктор Иванович, пожалуйста, готовиться кормилку. Уважаемый членный президент, уважаемые коллеги, позвольте мне постановиться очень кратенько на проблемах геокологии. Потому что арктический район, это район исключительно чувствительный как природным фактором, влияющим на состояние этого региона, вот скажем, изменения климата, так и техногенным фактором, связанным с освоением этой территории. В экологии очень распространен термин охраны окружающей среды. Вот я, в принципе, не согласен с этим термином, потому что что такое охрана? Это можно представить мужика в тулупе, в валенках и с ружьем, который стоит и не пущает никого. Вот такая техника может применяться для охранных территорий, для особо охранения территории. Но для основной территории этого края нужно не охрана, а нужно рациональное использование этой территории. Вот самое главное. Мы должны взять здесь минеральные ресурсы и в то же время как можно меньше навредить окружающей среде. Потому что любое изменение окружающей среды приводит к изменению биосферы и биоразнообразию. Это допускать нельзя. Поэтому я считаю, что в той программе, которую мы сегодня обсуждаем, обязательно должны найти место проблемы геокологии, проблемы рационального использования этой территории. Ну и в связи с этим я бы хотел предложить несколько пунктов для той будущей программы, для того центра научного, который будет здесь создаваться и функционировать. Прежде всего, мне нужно, мне кажется, что в программу этого центра должны быть входить проблемы мониторинга. Мониторинга этой территории, потому что нам нужна информация, что происходит с природной средой на этой территории. И только тогда мы можем каким-то образом предпринимать регулирующие мероприятия для того, чтобы оптимально использовать эту территорию и работать на ней. вторая проблема это энергосбережение. Энергосбережение, которое предусматривает применение двух технологий, хорошо известных уже, но широко не внедренных. Это первая технология это солнечные нагреватели, которые позволяют в летнее время накапливать тепло, доводить воду почти до кипения, а в более холодный период используют эту воду. Так делают многие страны западные, создавая техногенные термические запасы воды в недрах, а потом ее откачивать в зимнее, в более холодное время года, откачивать и использовать в коммунальных целях. Вторая технология еще более важная это сохранение холода. Как ни парадоксально, но мы должны очень бережно относиться к ресурсам холода на севере, потому что с этим связана устойчивость техносферы, которую мы создаем. Вот только что выступали и говорили о том, что инфраструктура при оттаивании мерзлоты подвергается разрушению, деформированию и так далее, и так далее. Вот чтобы этого не происходило, нужно сохранять холод под сооружениями, инженерными сооружениями. и последнее это использование льдогрунтовых сооружений. Тоже известная технология, когда на севере и даже на шельфе, на глубоком шельфе, строятся, скажем, дороги, насыпи из льда. Льда в центре создается ледяное ядро в центре насыпи, а снаружи это насыпь отсыпается грунтом. И это насыпь великолепно работает. Мы сохраняем строительный дорогостоящий материал в этом крае и таким образом решаем проблему быстрейшего внедрения и получения экономических эффектов от тех технологий. Все перечисленные технологии известны, они находятся почти в рабочем состоянии. Надо их довести до широкого промышленного внедрения и мы получим экономический эффект. Так же, как мой коллега Ильисай Михайлович мне рассказывал, в своем инстуке я вам хочу передать Юрий Матимович. Так, Павел Камерович, Девушка, представитель Уральского отделения Российской Академии наук. И на этом коллеги, как вы говорили, шесть часов не завершаем. Уважаемые президенты, уважаемые коллеги, я хотел бы очень коротко доложить результаты именно по организации работ, именно в том числе по проекту Арктики, как именно систематически образующему проекту. То, что сделано междисциплинарно в Институте горного дела Уральского отделения, Институте горного дела Севера, Дальневосточном горном институте. В общем-то, стратегии и, собственно говоря, подхода к освоению Арктики два. Первый, десант, тот, который мы уже сейчас используем хорошо, и второй это использование резервов в центральных районах страны с тем, чтобы последовательно и поэтапно подходить к созданию инфраструктуры энергетической, транспортной, о чем уже говорил, строительную, мало упоминали, а это очень важно, кадровой. И вот для того, чтобы это делать, в общем-то, появляется понятие минерально-сырьевых центров. Мы туда за этим идем, именно за сырьем. А если так, то это минерально-сырьевые центры. Но что на рейс, что предприятие Кольского полуострова, что Калма и так далее, предприятие это замкнутые производственные системы, самонастраивающиеся, самообеспечивающиеся, работающие во время атомной войны, но потребляющие максимальное количество ресурсов. Если систему открыть и настроить ее на потребление внешних ресурсов, на максимальное покупное, в этом случае эффективность предприятий, особенно полярных, резко возрастет. Другое дело, как это сделать. Поэтому нами выдвигается термин, собственно говоря, не термин, а к добавлению к принципу комплексного освоения недр, еще и комплексного освоения территорий. Или холдинговой структурой, или государственной структурой, но тем не менее есть минеральный царевой центр, есть территория, которая осваивается в комплексе, тогда расходы предприятия будут организовывать так, как это организуют, но уже с учетом именно холдинга. Ну и сама по себе стратегия освоения твердых полезных искупаемых, это прежде всего поэтапная ускоренная разведка, отработка с получением промпродукта, с тем, чтобы минимально нарушать окружающую среду и с вывозом в центральные регионы. Именно поэтому в общем-то роль, будем говорить, вот в внутренних регионах в освоении Арктики, она должна быть явно увеличена. Во-вторых, это мобильная техника, соответствующая условиям Крайнего Севера. Для этого Уральское отделение Академии наук Якутии, Национальная Академия Беларуси, поддерживаем БелАЗом, сейчас подписали соглашение о развитии исследований в области освоения техники и технологии Крайнего Севера. Ну и все эти, для того, чтобы все это было быстро, это прежде всего экспертные оценки и экспрессные оценки геолога, технолога, экологического плана, основанных на деинформационных технологиях. Вот то, что мы делали, то, что мы сейчас делаем, в том числе и для северных районов Приполярья и Заполярья, считаю, что вот этот подход, когда мы на самом деле будем формировать именно в этом направлении свои усилия, может, дальше это исключение. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы усвоились вступил во время души, и у нас еще записало 6 человек, поэтому я предлагаю тем, кто хочет что-то выдать в качестве предложений к теме дискуссии и будущей программы, то просьба передать комитет правительства свое предложение почему-то не ведет. Владимир Юрьевич, можно два слайда показать? Олеги. Нет, два слайда. Ну хорошо, два слайда и пробежимся. Уважаемые два слайда. Ну после этого мы не ведем, нет? Ага, если не пугай. Вот я вы... Угу. Потому что почти все. Сказали, что я хотел, так... к чему готовиться. Я хотел заострить внимание на микробиологическое. Вот все про мерзлоту говорили, геологию, метан. Но потепление климата потенциальное может привести к таянию пермофроста. Замороженный сусник упал. А это может быть и чума, и сибирская язва. И я хотел бы заострить внимание вот в будущее. Вот внизу нашли 30-40 тысяч. Лет пролежало, а оттуда в Пучинском магазине в городке вырастили семена. И следовательно я призываю за то, чтобы вот в будущее такси-центр одна из программ была эколого-микробиологическая. Спасибо. 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 Ну, все. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, разрешите слово для подведения добров нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо. Предоставите всем мгновению предвидения. Пожалуйста. Еще раз спасибо коллеги. У меня двойственное ощущение от сегодняшнего нашего форума. Исходно, когда мы его начинали, вроде бы были сформулированы некоторые запросы на тематику обсуждения. Конечно, ощущение того, что темы исследований, которые ведутся научными организациями, разнообразные, наверное, они все очень важны. Но я придумал такую простую статистику. А сколько вы оцениваете объем исследований партии сейчас, который идет? Было сказано, там 300 миллионов программ президиума. Я добавлю туда еще 44 миллиона, которые есть по программам отделений тематических и региональных. Скажу, что этой тематикой занимается порядка 170 организаций, более 500 проектов, в которых есть тематика Арктики. А сейчас назову ключевую цифру. 4 миллиарда 100 миллионов рублей ежегодно мы тратим на Арктик. Если эту программу реализовать 5 лет, это более 20 миллиардов. что государство имеет за 20 миллиардов? Систему рассыпанных аррогесок некоторых тематических исследований. Я не знаю, это хорошо или плохо, у нас дискуссия. Но мне кажется, что неопределенность в ожидаемом результате со стороны государства и возможность формулирования целеполагания снизу, которое происходит практически, приводит исключительно к распылению этого ресурса. В среднем это по 8 миллионов на проект, если посчитать. Не так много, но и не так мало. Действительно было бы важно иметь некоторое представление об ожидаемом образе Арктики в среднесрочной перспективе. Через 15-30 лет, что мы хотим получить. Собственно, оттуда и вырисуется то проблемное поле, о котором многие здесь высказывали. Проблемное поле определит тот комплекс задач, которые должны быть решены. И мне кажется, что принципиально важно сформулировать конкретные и понятные результаты, которые должны быть получены, которые востребованы в Арктической зоне. Как только будут определены те результаты, которые должны быть получены, возникает совершенно целый спектр орг управленческих задач. если есть результат, нужно понимать, кто его формулирует. Нельзя формулировать результат за тех, кто им не воспользуется. Без участия их. В этом смысле, безусловно, необходимо сформировать некоторые орг площадки, на которых могли бы быть сформулированы результаты, которые должны быть получены. Должен появиться коллективный заказчик. явно, что он возникает не только из науки, а прежде всего из экономики. С другой стороны, определение результата, я думаю, что некоторым образом изменит и формат организации исследований. Ситуация, когда отдельные тематики ведутся исключительно в рамках одного юридического лица приводит к атомизации вот этих исследований. Запрос на междисциплинарность, на межлабораторность, на обмен мнения, на необходимость решения комплексного решения один из самых актуальных сейчас. Ясно, что понимание того, какой будет результат, позволяет сформулировать требования к тому, как он должен достигаться. Это речь о том, как должна быть развернута система исследований Арктики, как должна быть развернута исследовательская инфраструктура, каков объем экспедиции должен проходить ежегодно в Арктике. Ведь на сегодня этого никто не знает. А у нас есть ресурсные ограничения. 14 судов в системе Российской Академии наук было, сейчас в системе ФАНО, но на ходу 7. Какой объем загрузки может быть? 200 суда суток, 1400 суда суток в год. Это объем экспедиционных исследований. Все достаточно счетно. Пока это используется не столь системно. и принципиально, что мне кажется, и этот рефреном проходило через все выступления, достаточно большое количество исследований проводится, но совершенно непонятно, каким образом они будут институализированы. Каковы те правовые изменения должны происходить, чтобы эти предложения реализовывались. Вот сегодня я посетил несколько институтов, есть хорошие разработки. В области адаптивной медицины. Я спрашиваю, а каким образом это учитывает программа государственных гарантий? Это же страховые случаи потом возникают, а это никак не учитывают. Это как-то спорадически выполняется. Я предполагаю, что это системное явление, системное явление вообще в целом для российской науки. Ну и подводя итог, мне кажется, что вот в ходе нынешнего обсуждения явно есть потребность, запрос на некоторый иной тип в целом организации исследовательской программы. Но она не может быть распалена в рамках Красной книги по различным разделам. Есть общий объект Арктика. Я предполагаю, что, конечно, не все эти тематики могут быть туда отнесены. Но в противном случае еще пять лет пройдет и еще 20 миллиардов будут израсходованы. Это не такие болезни, Субтитры создавал DimaTorzok